Снова здравствуйте! Некоторое время не снимал новые видео. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть поднакопилось. Если вы предыдущие помните, у меня гораздо больше объема приходили посылок. Все дело в том, что охота что-то качественное, интересное вам предоставить. В данный момент я нашел новую модель телефона, которая будет ко мне приходить с Китая. Модель очень интересная. С Китая она существенно дешевле, чем здесь. Поэтому приблизительно недельки через две мы сможем увидеть на нее обзор, пока я не буду вам ее называть. Если вы видите этот фон, то вы поймете, что это детская. У меня наконец закончен балкон, теперь у меня ребенок спит на балконе. И скоро на этом же балконе смогу я снимать видео. Кстати, относительно детей. Есть вот такая очень полезная штука. Если у вас маленькие дети, то это защита от детей. Я был неприятно удивлен, когда в Икеа узнал, сколько там стоит защита от детей. Поэтому пришлось поискать, найти, заказать. Вот эти стоят где-то в районе 20 с небольшим рублей за штуку. Это очень недорого. Принцип действия какой? Приклеили раз, приклеили два. Предварительно обезжирив. И закрываем. Ребенок достаточно до некоторое время не сможет это открывать. Пока не подрастет, не начнет соображать. Потом это будет тоже бесполезно. Очень недорого. Ссылку положу. Если у вас есть маленькие дети, обязательно заказывайте заранее. Так, давайте к посылкам. Разделим их на две части. Первая часть у нас будет связанная с телефоном. Вторая часть у нас не будет связанная с телефоном, что в принципе логично. Едем. Итак, перед нами нож-кредитка. Вы скажете, Миша, эти ножи уже несколько лет ходят. Ну, я вам скажу, ребята, это не просто нож. Это нож с металлическими частями. То есть, он у меня в одном обзоре уже был. Но мне понравился. У меня было кому такой подарить. И плюс я захотел такой еще себе. Вот я заказал еще один себе. Вот он ко мне наконец-то пришел. Вполне удобная штука. На самом деле, тут металлическая часть. Уже абсолютно без проблем можно порезать колбаску. Можно им уже пользоваться как настоящим ножом. В разобранном виде. Единственное, чуть-чуть толще, чем стандартный пластиковый нож. Потому что у него вот эти металлические пластины есть. Стоит недорого. Вещь полезна, практична. Позапаковывают. Значит, что это? Это не просто фонарик. Это фонарик-телескоп. В принципе, вот просто с ним по улице ходить, наверное, будет не столь полезно, важно, интересно. Но если вы ковыряетесь с автомобилем под капотом, не боитесь, понимаете это. Это будет очень полезная штукенция. Ее основной плюс заключается в чем? У нее есть магнит с одной стороны. То есть, вот у вас закатилась какая-то гаечка, вы можете, а, ее найти с помощью освещения, б, ее подтянуть. Также у нее есть магнит со второй стороны. Достаточно часто они у меня мелькают в обзорах, потому что мне есть кому их отдавать, а ему есть куда их тоже девать. Вещь очень полезная. Светит достаточно ярко, стоит каких-то земных денег в районе 250 рублей, если не ошибаюсь. Может, чуть побольше. Ссылка есть. Заходите, берите. Так, ну, смотрите. Что-то он там такое красивое пишет про купоны. Поставь мне отзыв. Трали-вален. Значит, это, судя по всему, подарок, да, для чего это нужно. Провода сворачивать, чтобы они не болтались. По сапу не балуйся. И внутри у нас вот такой симпатичный ОТГ-переходник. Я все не мог понять, что внутри находится, по непонятной причине, потому что там трек поменялся. О, значит, у нас здесь находится ОТГ-переходничок. Вы знаете, достаточно симпатично он сделан. Вполне приятное качество. Тоненький вот такой. Для чего он нужен? Да, если у вас есть Asus Zenfone Max, то он вам просто необходим. С помощью этого ОТГ-переходника вы сможете заряжать другие телефоны. Это как раз два другие устройства. Ну, не знаю, там, Bluetooth-гарнитура, например. Она разрядилась, взяли, подзарядили. Также чисто технически через этот переходник можно подсоединить джойстик. Не знаю, насколько драйвера джойстика будут совпадать с телефоном, но в некоторые игры, по идее, можно будет играть. Взял так ради интереса посмеяться. Значит, внутри у нас находится, как сказать-то даже, не знаю. Вот, представляете себе, колготки. Вот это вот что-то вот а-ля колготок, тоненькая такая вещь. И на ней татуировка. Прям вот тоненький-тоненький. Давайте, наверное, попробую, несмотря на то, что это больше, наверное, для женщин, попробую надеть на свою руку. Ну, вы знаете, прям вот издалека, не знаю, могут подумать, что вы прям растатуированный человек. Вот этот вот, видимо, стык, его надо вовнутрь всё-таки прятать. Его нужно прятать вовнутрь. Не знаю, сюда какой-нибудь там ремешочек от часов, чтобы не видеть, да, переход на руку. Потому что он такой, всё-таки, видите, грубоватый получается. А так вполне телесный цвет, то есть вот цвет вполне телесный. Ну, почему бы нет, стоит что-то там совсем каких-то земных денег. Ну, всё до безобразия просто. Это у нас опять ОТГ-переходник. Вполне нормального вроде как качества. Ну, тут, конечно, был повеселее гораздо, этот, ну, попроще. Вы знаете, вот больше всего меня что поражает? Я не торгуюсь, когда их покупаю, да, я не прошу скидку. Я вообще ничего не пишу продавцу, я просто их заказываю. Ну, вот заказали у тебя пять вот шнурков, да. Ну, положи ты какую-нибудь мелочь симпатичную. Мне будет приятно. Нет же, вот просто вот упаковал и всё, да. Что мы видим? Частенько это в моих обзорах проскакивает. Стоит вещь полезная, стоит вполне бюджетно. Значит, USB закрываем. Вот так вот у нас основной кабель идёт андроидовский. И сверху вот этот вот набалдажничек. Это на самом деле переходничок для айфона 8 пин. Метровый. Тестером замерял, выдавали 0,92 от 1 амперного. Ну, собственно говоря, вполне хорошие характеристики. Есть разные цвета. Вполне полезная штуковина. Ну, если нужно, заказывайте. Вот не везёт мне со стёклами. Не везёт мне со стёклами на Asus Zenfone Max. Вот одно единственное стекло, которое пришло с правильными отверстиями. Я бы на заказывал даже, в том числе, эти более дорогие. Это, наверное, вот одно из них. Не знаю, ребят. Вот просто вот в пупырышки запаковать упаковку. И она пришла, смотрите, вот абсолютно без повреждений. Я не знаю, как это возможно, из чего её вообще сделали. Но вот повреждений нету. Повреждений нету. Давайте смотреть само стекло. Внутри всё, к сожалению, опять расстраивает. Да, вот очень классная, прикольная упаковка, да, розничная. И внутри на какой-то ляд китаец написал Max. И плюс свои иероглифы. Ну, и, собственно говоря, ребятки. Видно, нет? Кирдык упаковочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот не везёт со стёклами. Единственное нормальное стекло, которое у меня приходило в предыдущих видео, оно было. Я, наверное, на это видео положу ссылку и положу ссылку на это стекло. То есть, вот что мне не нравится. А под один датчик, под камеру выреза отдельно нет. По идее, камера будет просвечиваться, но всё равно это в корне неправильно. Моё мнение, так быть не должно. Поэтому вот заказывайте хорошие стёкла. Ссылку положу. Вот единственное стекло, которое я нашёл. Ещё стёкла идут. Вполне возможно, придут нормальные. Но вот пока не попадались. Я как-то вот прям вот даже не знаю, что сказать. Мои первые впечатления, ну как-то вот всё плохо. Но это вот первые впечатления. Давайте сюда вставим телефон. Очень важно, очень важно сделать следующее. Зайти в настройки. Asus Flip Cover. View Flip Cover. И включить всё это дело. Значит, здесь принцип какой? Вот он у нас, силиконовый бампер, в который у нас вставляется телефон. Ну, смотрите. Вот на самом деле, с самого начала я говорил, что всё у нас не есть хорошо. Вот как-то вот до конца он, видите, вот, ну, как-то... Хотя нет, вроде прилип. Да, вроде прилип. Итого, вот так вот можно его ставить для просмотра фильмов. И вот так вот мы его закрываем. То есть, здесь вот у нас магнитик. Здесь у нас магнитик. Вот смотрите, что-то произошло. Чисто технически он работает. Что имеем? Мы можем включать либо сбоку, да, либо двойным тапом. Если мы включаем двойным тапом, нужно понимать, что мы можем нажать, и у нас открывается окошко. То есть, это плюс не именно этого чехла, а вообще флип-ковера на Asus как таковом. Можно делать что? Можно выбирать, как вам это будет отражаться, как удобней. Да, там, 27 июля. Либо вот на календаре. Погода? Нет. У нас здесь есть вариант даже еще вот так вот можно сделать. Погода у нас тоже меняется. Вариант. Но единственное, что мне не нравится, то что, ну, во всяком случае, я не вижу, как с него позвонить. То есть, для этого нам нужно его открыть. Открываем. Все сработало, все хорошо. Мы закрываем. Все опять-таки сработало, все хорошо. Что из себя представляет чехол? Какой-то вот материал такой. Не пришей, не пристегай. Да, не пришей, не пристегай. Внутри силиконовый бампер достаточно простой. Переклеен он. Видите, да? Оп. И прям отрываем его непосредственно. То есть, там чуть посильнее. И вот эта вот спиненная часть, она прям вот оторвется. Особых проблем не вижу. Да, ее оторвать. При всем при этом все срабатывает. Ну, внешний вид становится вот такой вот. Даже не знаю, рекомендовать ли этот чехол или нет. Как минимум все работает. Стоит он 200 рублей. Стоит он 200 рублей. Идут у меня более интересные чехлы. В том числе Нилкин. Будем делать обзоры. Будем посмотреть. Как итог, посетила меня мысль по окончанию видео делать резюме. Относительно вещей, которые поучаствовали в распаковке. Потому что пока снимаешь, как-то мысль пляшет, скачет. Может быть, подумаешь что-то вначале. Потом используешь. Передумаешь. Все меняется буквально за несколько минут. Значит, резюме. ОТГ-переходник более дешевый. Да, до безобразия. Простой. Ну, в целом, вполне симпатичное качество. Гораздо лучше, чем те ОТГ-переходники, которые может положить продавец. Ну, приятнее. Во всяком случае, не знаю, как относить на работу. Раз. ОТГ-переходник, который... Ну, прям вот... Все по-взрослому. Все по-серьезному. То есть, если вы хотите, на самом деле, качественную вещь, вы должны понимать, что вот в таких серьезных розничных упаковках, да, заводской товары, ну, это гораздо интереснее и веселее. Но он там стоит чуть дороже. Хотя, опять же, вполне каких-то там земных денег, ну, может, там, не знаю, рублей сто, сто с чем-то не смотрел. Вот это ОТГ-переходник, кабель, как правильно сказать, мне понравился, ну, гораздо лучше, чем предыдущий. Вот тут. Угрин. Что-то вроде такое. Как это правильно говорится-то, ребятушки? Фирменное, нефирменное. Ну, в общем, что-то такое. Заводское, правильное, хорошее. Значит, нож. Нож, нож достаточно хороший. Ну, за свои деньги, естественно, да, и за задумку. То есть, вот простой пластик, ну, не знаю, использовать бы я, наверное, вообще не стал. Этим ножом мы можем как протыкать, да, без проблем, он на самом деле острый, так и резать. Понятное дело, то, что из-за того, что у него есть металл, он теряет свой плюс, что его нельзя будет незаметно проносить через, там, серьезные какие-то металл детекторы. Ну, мы добропорядочные люди, то есть, нам это не нужно. Вы же не хотите никого там где-нибудь порезать в капусту. Фонарик. Фонарик однозначно хорошее качество. Гнется, крутится. Сразу идет в комплекте с батарейками. То есть, даже вот не буду советовать вам, какие батарейки взять. Хотя, если хотите, наверное, положу все-таки ссылку на ЛР-44. К нему подходит ЛР-44. Фонарики хорошие, полезные, на самом деле качественные. Его смело рекомендую. Стекло. Вот, кроме красивой упаковки, вот, ну, нету ничего, да. Есть стекла там, Нилкин, которые там, ну, серьезные стекла. Здесь вот взяли просто красивую упаковочку и абсолютно гадкое, примитивное стекло, которое не смогло добраться неповрежденным. Стоит такое стекло копейки, и за эту упаковку взяли большую сумму денег. Это неправильно. Не заказывайте ни в коем случае. Там смысла нет никакого. Ну, единственное, если только на перепродажу, ну, не надо. Значит, защита от детей. Замки. Крепим сбоку, крепим так. Открывается. Ребят, самое главное, не забывайте обезжиривать место, куда приклеиваете. Вещь хорошая, стоит денег земных, полезно, нужно есть ездить. Кабель. Метровый кабель для зарядки, для синхронизации. Заряжает как Android, так и iPhone. Причем, ну, с iPhone надо понимать то, что повезет, не повезет. Вещь такая, может ругаться. Ну, и колготки, не колготки, а нарукавники в виде тату. Да, ну, почему бы нет? Если у вас прут такие вещи, ну, возьмите, закажите, наденьте, посмотрите, как вы будете выглядеть. Надо вам вообще делать наколку или нет. Ну, и в завершение чехол. Да, чехол бюджетный, функция работает, выполняет. Ну, качество, конечно, ребят, да, ну, он и стоит 200 рублей. Что от него еще хотеть? На ощупь, ну, не знаю. Вот как-то вот не привык я носить чехлы. Если вам интересно, да, ну, вот он есть. Кому-нибудь там из покупателей телефонов положу его, наверное, в подарок. Да и все. Засим забуду. На этом видео заканчивается. Значит, еще раз, да, анонс. Идут телефоны. Asus Zenfone Max вы видели. Не столь интересно. Готовлю обзор. К сожалению, никто не пишет, что вы хотите увидеть в обзоре. Напишите обязательно. Идет новый телефон. Модель, не скажу. Телефон очень интересный. Стоит примерно в два раза дешевле, чем версия для нашего рынка. Очень мне интересно, насколько там будет европейская прошивка. Насколько телефон сам по себе качественный. Прям вот жажду сделать на него обзор. Поэтому поставьте лайк. Поделитесь видео с друзьями в своих соцсетях. И подпишитесь на видео. Скоро вы увидите новый обзор. Засим все. Всем всего.